Украинский журналист Дмитрий Гордон выходит с Грэмом на прямую связь. Дмитрий, здравствуйте и рады видеть вас. Здравствуйте, взаимно. Я бы хотела начать этот эфир, это интервью с благодарностью вам, как нашему гостю. Мы достигли миллиона подписчиков на нашем канале «Игрянул Грэм», и это серьезный рубеж для нас. Но вы выходили к нам на интервью, когда на нашем канале, ну если тысяча была, может быть, даже тысячи не было подписчиков. Но вы не спрашивали, сколько у вас подписчиков, вы почему-то хотели с нами говорить, были согласны, и невзирая на то небольшое количество аудитории, все равно выходили без какого-то снобизма и прочего. Поэтому спасибо вам за это. Ну, во-первых, пожалуйста. Во-вторых, я не сноб. В-третьих, вы представляете дружественную Латвию. В-четвертых, я знал, что у вас будет не только миллион, но и два, и три. Поэтому впереди у вас хорошая и светлая дорога. Но у вас интуиция как-то работает на это? У меня все работает. Ну, то есть вы видите перспективные проекты, как предприниматель, может быть, смотрите на какие-то вещи и видите в чем-то перспективу? Поверьте, не всегда. Озарение иногда бывает. Вот по поводу Игрянул Грэм. У вас интересное название канала, уже интересно, Игрянул Грэм. Это прикольно. Все, что прикольно, имеет перспективу. Все, что имеет перспективу, как правило, становится успешным. А часто ошибались, вот как предприниматель? Да, ошибался, конечно. Конечно. Ну, а что подводило? Люди рядом или ваша какие-то недооценка, может быть, происходящего? Как это было? Я всегда начинаю с себя, поэтому если что-то подводило, то, скорее всего, я сам. Люди – это вторично. Это же ты работаешь с этими людьми. Если ты работаешь с идиотами, то это значит, у тебя проблемы. Нельзя работать с идиотами, нельзя работать с людьми, которые слабые в профессиональном плане. Я вообще всегда стремился работать с людьми, которые сильнее меня, лучше меня, которые профессиональнее меня. И я не стеснялся у них учиться, я не стеснялся им говорить, что вы работаете лучше, чем я, вы понимаете материал лучше, чем я. Буду за вами стремиться точно так же достигать успехов в профессиональной деятельности. Мне это никогда не зазорно и признавать, и говорить, и восхищаться чужими талантами. Наоборот, я радуюсь этому. Это просто счастье, когда ты растешь, опираясь на людей, которые в профессиональном плане лучше и подготовленнее тебя. Ну вот если говорить еще о тех гостях, которые выходили к нам, когда у нас было совсем мало подписчиков, потому что мы сталкивались в определенный период с тем, что у нас спрашивали, а сколько там у вас подписчиков? Ну, давайте дождемся, когда у вас будет там условно полмиллиона, тогда я к вам выйду. Ну и некоторые выходили, действительно, мы здесь без претензий, но просто мы так анализируем, оглядываясь назад и вспоминаем, что Владимир Познер, и это было еще до, конечно, полномасштабной войны, также выходил к нам в эфир, когда у нас было совсем мало зрителей, и тем не менее был готов с нами разговаривать на нашей площадке. Но сейчас Владимир Познер, кстати, опять выступил, он говорил о том, что ему предлагали западные каналы вести что-то, но там нужно было определенным образом критиковать, видимо, Владимира Путина по его словам, поэтому он отказался. И позже стало известно, что его программа возвращается на Первый канал. Вот как вы восприняли эту новость? Для вас это ожидаемо было, что Владимир Познер вернется на Первый канал в тот период, когда Россия ведет эту агрессию на территорию Украины, захватческую войну? Вы знаете, надо рассматривать фигуру Владимира Познера комплексно. Владимир Познер – выдающийся журналист, выдающийся. Один из немногих людей на экране, на кого хочется смотреть. Потому что я это неоднократно уже говорил, и я повторю. Я вообще всегда отношусь к людям, стараюсь относиться к людям справедливо. У него настолько выразительное лицо, что даже когда он слушает того, у кого берет интервью, на лицо Познера интересно смотреть, за ним интересно наблюдать. И даже в его возрасте, 90 лет, он приковывает, продолжает приковывать к себе внимание зрителей. Это надо уметь, или с этим надо родиться. Владимир Познер, конечно, прекрасный журналист. Владимир Познер, конечно, в моем понимании, человек, который всю жизнь работал с КГБ, а потом с ФСБ. И он является частью этой машины, этой махины, этой системы. Поэтому он не является, безусловно, независимым человеком. Он является выразителем думе-чаяни системы репрессивной ФСБшной, КГБшной, ФСБшной. Владимир Познер имеет гражданство США и Франции. Да елки-палки, если бы он не был связан с КГБ, он бы мог спокойно сказать, да я протестую против этой войны, да я считаю, что Россия фашистская страна, да Путин мне противен просто, это рожа. Нет, он спокойно отсиделся, спокойно промолчал. Как пел когда-то Александр Галич, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Ну, я вам скажу, если бы ему было 25 лет, 30, 35 лет, и он бы так себя вел, я бы еще сказал, ну, наверное, впереди вся жизнь, хочет как-то ее лучше устроить. Ну, когда тебе 90 лет, и когда ты умнейший человек, смотришь, как фашисты, русские фашисты уничтожают украинские города и убивают украинцев, и ты молчишь, это вызывает у меня лично отвращение. Вот многие задаются вопросом, что это ведь не история про то, что пересиди и получишь какие-то для себя там плюшки и в дальнейшем, может быть, свои амбиции ты сможешь реализовать в этом государстве, получить там деньги, заработать и так далее, популярность. Но здесь ведь речь идет про человека в возрасте авторитетного, который может себе позволить не делать этого, но он делает. Это идеологическая история, на ваш взгляд? Ну, конечно, это история тотальной зависимости от КГБ. Ну, другого варианта нет. Ну, когда ты с деньгами, когда ты с уважением, с почетом, и когда ты так портишь свой некролог, ну, просто портишь. Ну, это наследственная история. Отец же Познера был сотрудником КГБ, поэтому о чем? Много вопросов к нашим телеграм-канале к вам приходят, и в частности по поводу Михаила Веллера спрашивают у вас, интервью, которое вы недавно записали. Наши зрители пишут, ну, я так обобщаю, что вы во многом расходитесь с Веллером, но при этом с ним говорили, довольно интересный был разговор. Вот какое у вас впечатление после этого интервью? Михаил Веллер – прекрасный писатель, во-первых. Книги которого я с юности читал и очень его любил. Михаил Веллер – очень экстраординарный, экстравагантный человек, не похожий на других, у которого есть своя точка зрения. Она не всегда схожа с моей, даже часто не схожа с моей, но в основополагающих моментах, что касается войны, что касается России, что касается Путина, что касается будущего России, тут мы единомышленники с ним. А что касается всего остального, ну, пожалуйста, я же демократ. Михаил Веллер – самодостаточная, полноценная, интереснейшая, ярчайшая личность, и присутствие его на моих ютуб-каналах и на участии его в моих интервью я приветствую. Мне это очень нравится. Я люблю людей, которым есть что сказать, которые яркие сами по себе. Если они не фашисты, я всегда предоставлю им место и время, и сам с удовольствием буду делать с ними интервью. Там, насколько я понимаю, история с Трампом была, что вы на эту тему дискутировали. Михаил Веллер как-то с симпатией к нему относится. Мы не дискутировали даже, я его внимательно слушал. Михаил Веллер любит Трампа и не любит демократов. Это его право, это его видение. Боже мой, какие проблемы. У нас, вы знаете, я независимый человек. По-настоящему независимый. То есть я независим ни от чего и ни от кого. Я в молодые годы сумел заработать приличные деньги, которые я потратил в том числе и на свою независимость. И я с удовольствием, повторяю, предоставляю место на своих ютуб-каналах и в своих интервью людям, которым есть что сказать и которые не являются фашистами. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Встреча Зеленского и Трампа, которая должна состояться. На ваш взгляд, это важная была история такая, договориться о встрече с Трампом? Трамп выступил инициатором, или Владимир Зеленский до конца все-таки не ясно, но тем не менее. Трамп талантливейший человек, шоу-бизнесмен. Вы знаете, я же начинал свою деятельность шоу-бизнеса как человек, который организовал и устраивал выступления самых популярных советских эстрадных и прочих звезд. И я очень хорошо, а потом журналистская деятельность моя, всю жизнь с ними, я очень хорошо понимаю, что такое шоу-бизнес, что такое люди, которые участвуют в шоу-бизнесе. Трамп – это наш клиент, это шоу-бизнесмен, это человек, который делает из всего шоу и бизнес. Шоу и бизнес у него переплетаются. Поэтому, отказавшись от встречи с Зеленским, он привлек к себе внимание. Согласившись на встречу с Зеленским, он привлек к себе еще внимание. Он работает на свой электорат перед выборами, до которых, между прочим, осталось совсем ничего. Не встретиться с Зеленским хорошо ли для него перед электоратом республиканской партии и вообще перед электоратом? Да нет, нехорошо. Поэтому, как бы он не относился к Зеленскому, а относится он к нему, я думаю, плохо, Трамп прекрасно понимает, что не встреча с Зеленским нанесет ему ущерб на предстоящих выборах. Зачем ему наносить себе ущерб? Он встретится, он поговорит, он выскажет свою точку зрения, услышит точку зрения нашего президента. Он работает четко по законам шоу-бизнеса. Мне он очень понятен. В нашем эфире политолог Дмитрий Орешкин говорил о том, что по его мнению, у него есть ощущение, что эта война близится к концу. Не сейчас, но все-таки идет к концу. На вашем канале довольно много есть прогнозов от разных гостей. Такой ассортимент мнений. Какое ваше мнение на этот счет? Я несколько месяцев назад сказал, что война закончится в этом году. Горячая фаза войны. Почему я так говорю? Конечно, мне этого хочется. Мне хочется, чтобы война завтра закончилась. Но кроме моего хочется, есть огромный массив информации, которую я имею из самых разных источников. Ну, не просто там кто-то на базаре на рынке что-то сказал, и я это транслирую. А от людей, которые вершат мировую политику. От людей, которые являются столпами разведок разных стран. Я не имею в виду Россию, хотя на данные из открытых российских источников я тоже опираюсь. Принимая во внимание все, что происходит в России, в Украине, в мире, на фронтах и так далее, принимая во внимание то, что я слышу от своих источников, я сделал этот вывод. Я считаю, что да, война, горячая фаза войны закончится в этом году. Мне могут возражать, могут говорить, что это бред, что это невозможно. Ну, мне не надо говорить, я знаю, что будет. Вы знаете, я был единственным человеком, наверное, из всех, кто это транслировал. Я в 2004 году, когда схлестнулись Ющенко и Янукович за право стать президентом Украины, и когда все складывалось к тому, что Янукович станет президентом. Более того, когда Януковича уже назвали президентом Центральной избирательной комиссии, я сказал, что президентом будет Ющенко. Ну, все крутили пальцем у виска. В 2013 году, в ноябре, я сказал, что Янукович не усидит в кресле президента. Его в кресле президента не будет. Он был в силе. Я сказал об этом Петру Порошенко, Арсению Яценюку, Юрию Луценко и Виталию Кличко. И кто там еще был тогда. Вот мы стояли за кулисами Майдана. Это было перед крупнейшим митингом, где собрался миллион человек. Я сказал об этом, да, тягный бог там был. Но все тоже смотрели на меня, как на сумасшедшего. Ну, какой Янукович не устоит. Не устоял. И, наконец, в декабре 2018 года я уже поспорил со своими друзьями прямо за столом на тысячу долларов, что президентом Украины станет Владимир Зеленский. Все ставили кто на Порошенко, кто на Тимошенко. Я выиграл 10 тысяч долларов. И президентом Украины стал Владимир Зеленский. Я продолжаю утверждать, что в этом году горячая фаза войны закончится. Ну что ж, разные еще вопросы приходят в нашем телеграм-канале. И, в частности, вас спрашивают про интервью, которое также нашумевшее интервью с Тамарой Эйдельман. Дмитрий, какое впечатление на вас произвела Тамара Натанна Эйдельман? И как вы сами оцениваете недавнее интервью с ней, спрашивает Вера? Тамара Натанна Эйдельман, безусловно, она знаток истории. Она потрясающий историк. Она очень харизматичный человек, которая понимает историю. Потому что знать историю – это одно, а понимать ее – совершенно другое. У нее прекрасный цикл лекций, которые она ведет по истории. Все замечательно. Единственное, что мы с ней поспорили очень сильно, потому что Тамара Натанна, к сожалению, больна болезнью огромного числа русских интеллигентов, которые с завидным упорством не понимают того, что в развязанной Путиным войне против Украины виноват не только Путин, но и весь русский народ, российский народ. Я говорю «народ», потому что, безусловно, в этом народе есть определенное количество честных, умных, добрых, просветленных, совестливых, хороших людей, которые не то что даже не поддерживают эту войну, которые с ужасом смотрят на то, что происходит, которые ненавидят Путина, ненавидят фашистское государство Россия. Я сознаю, что такие люди есть. Они в большом меньшинстве, конечно, потому что в массе своей российский, русский народ оказался чудовищным. Чудовищным. Спокойно смотреть и не протестовать, не высказывать свое отношение к происходящему могут только чудовища. Потому что, когда в XXI веке ядерная страна, 140 миллионов населения, нападает на своих соседей, которых они называли, вы же их называли братьями, нападает на своих соседей только потому, что хочет, чтобы они жили так, как не так, как хотят соседи, а так, как хочет Россия. Когда в XXI веке стирают с лица земли целые города, хочется спросить, а где вы фашистов и бандеровцев, и нациков искали? Стертых с лица земли городах Донбасса? Их там не было, отродясь. А что вы стираете с лица земли города целые? А что вы по Харькову, в котором, я не знаю, 90 или 95% людей до войны говорили по-русски? Что вы по Харькову? Кабами стреляете, разрушаете центр исторический, Салтовку, районы целые? А что вы поубивали столько народу? Я уже не говорю о том, что вы своих послали на войну, где их убили, сотни тысяч, и покалечили. И если народ российский смотрит на это, если народ российский не предпринимает никаких действий, ну, конечно же, народ виноват в этом, точно так же, как Путин. И я считаю, что впереди у нас ещё будет покаяние российского народа. Российский народ несёт моральную и историческую вину за преступления российской армии, российской военщины перед Украиной. Тамара Натановна, к сожалению, как и многие русские интеллигенты, этого не понимают. Нет, это Путин. Да не Путин. Путин — это народ, а народ — это Путин. Это очень важно понять. А кто этого не понимает, мне очень жаль. Вот вы в начале нашего интервью сказали, что надо начинать с себя, если где-то что-то не выходит. Я сейчас не пытаюсь ни в коем случае вас где-то там подловить, просто рассуждение на эту тему. Попробуйте, попробуйте, я люблю это. Как раз в том интервью, которое вы нам давали, когда у нас было совсем мало подписчиков, вы там говорили, это было ещё до полномасштабного вторжения, но уже после Крыма, вы говорили о том, что с удовольствием, это ваши статы, я прям переслушала, поехали бы в Кремль брать интервью у Путина. Ну, вы говорили с Александром Лукашевым. Говорил, конечно. Говорил, конечно. Это был, какой это год был, напомните? Надо посмотреть, это, наверное, 19-й год, мне кажется. Да, да, да. Говорил, конечно, говорил, в 19-м году точно говорил, думаю, что и в 20-м говорил. Я был, я, слушайте, я не представлял, как и многие, что такая вот полномасштабная война возможна. Мне казалось, что если я возьму интервью у Путина, я в этом интервью скажу, спрошу все, что считаю нужным и скажу все, что считаю нужным. Более того, я публично говорил о том, что за то, чтобы тому, кто устроит интервью с Путиным, дам 50 тысяч долларов, потом предложил уже 100 тысяч долларов за это интервью. Публично я говорил об этом. Да, я хотел сделать интервью с Путиным. После 24 февраля 2022 он стал мне вообще даже неинтересен, я вам скажу. У меня уже к нему вопросов не осталось. Если сегодня мне скажут бесплатно, вот Путин даст тебе интервью, у меня к нему нет вопросов. Вот со скамьи Нюрнбергского, по Фрейду ошибка, со скамьи процесса в Гааге, я бы взял у него интервью, он бы там сидел на скамье, а я бы через решетку взял бы у него интервью. Да, вот там было бы интересно. Что я должен брать у него интервью? Этот подонок мало того, что убил столько украинцев и разрушил столько городов украинских, он еще меня решил убить? Он еще ФСБшников сюда посылает элитные группы для того, чтобы меня ликвидировали. Есть же заявление Службы безопасности Украины, и мне приходится теперь не жить дома, ездить по разным адресам, и у меня усиленная охрана. Это подонок, фашист, кровопийца. Чтоб он сдох уже. Чем поскорее, тем лучше. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну, у вас тоже была какая-то определенная недооценка Владимира Путина, его действий, возможных решений, которые он может принять. Допускаете ли вы, что и у народа российского в коллективном таком восприятии тоже может быть эта недооценка, и, возможно, он только сейчас пробуждается ото сна? Да, стоило это сделать, наверное, сначала полномасштабного вторжения или еще раньше, но допускаете ли вы этот люфт, когда человек понимает, что все черно-белое, есть еще шанс проснуться? Что была недооценка, допускаю. Что шанс есть, не допускаю. Шанс проснуться, не допускаю. Вы знаете, я сейчас думаю часто о немецком народе, который не выступал против Гитлера, который поддерживал Гитлера в массе своей. Видите, я говорю, в массе своей не все. Но я отдаю себе отчет, что многие тогда немцы, простые немцы, могли не знать о злодеяниях Гитлера, потому что, извините меня, что было тогда из средств массовой информации? Радио, где властвовал Геббельс, телевизор чуть-чуть совсем, совсем чуть-чуть, газеты, где властвовал Геббельс, кино, где властвовал Геббельс. Интернета-то у них же не было у немцев. Они не могли посмотреть какую-либо альтернативную точку зрения. А сегодня у русских есть интернет. Да вы бы хоть посмотрели, что происходит? Если вы ориентированы только на Соловьева, Скобееву, Попова и Симоньян, да вы же посмотрите другие источники информации. Да вы же подумайте хоть, чтоб что-то зашевелилось у вас. Нет. Ну, слушайте, со дня отмены крепостного права прошло в историческом плане вообще всего-то ничего. 1861. Это 163 года всего. А что такое 163 года в рамках истории? Да вообще ничего. Я уже не говорю о том, что вся история России 20 века это история тотального уничтожения своих своими. История геноцида, власти против народа. Вы что думаете, когда методично убивают лучших? Когда лучших выдавливают за границу и лучшие уезжают сами? Вы что думаете, от этого генетика улучшается? Да это отрицательная селекция просто. Поэтому не питаю никаких иллюзий по поводу российского народа. Никаких. Не жду от них никаких митингов, свержений царя и так далее. Импотенты не способны на это. Просто не способны. И, конечно, повторю свою мысль. Российский народ вместе с Путиным виноват в развязанной агрессии против Украины. Я на этом твердо стою. Это мои твердые убеждения. Ну, а сколько людей сидит в тюрьмах в России? Те, кто вышел? В каких чудовищных условиях они сейчас держатся? Я продолжу. Я сказал о том, что в массе своей, видите, я повторю это, в массе своей, я сказал уже о том, что в российском народе есть тоже определенная часть прекрасных людей, в том числе и те, о ком вы говорите. но она настолько ничтожно мала, она настолько не может перевесить массовое сознание, что в этом и заключается русская трагедия. Если российский народ, я же смотрю на огромное количество видеоматериалов, как матери отправляют своих сыновей на войну с Украиной, как они говорят, иди, сынок, защищай Родину, на вашу Родину, в вашу мать. Кто-то нападал? Кто-то нападал на вашу Родину? Кто-то ей угрожал? Какой защищай Родину? Я же смотрю, как матери и отцы погибших так называемых героев так называемого СВО ходят по школам, открывают парты героев и так далее. Суки! Ваши дети погибли за неправое дело. Вы бы хоть уже в тряпочку молчали, уткнулись своими гробовыми, которые вам Путин дал, и хоть бы уже молчали. Нет, они по школам лазят ещё. Это перевёрнутое сознание, это вообще, вы знаете, это бацилла какая-то, они больны все, это больная нация. Есть добро и зло, это так просто вообще, есть добро и зло. Добро — это понятно, что и зло — это понятно, что... Как писал когда-то Маяковский, классик, кстати, прекрасный поэт. Крошка сын к отцу пришёл и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Если в массе своей российский народ считает, что убивать украинцев на их земле и разрушать украинские города — это хорошо, то не пошли бы они все в жопу дружно. Но всё-таки чаще всего, как мне кажется, вы в интервью не спорите с гостями. Если говорить про интервью с Тамарой Эйдельман, вас действительно задела эта её позиция, правильно я понимаю вас? Обычно просто ваш формат разговора, он другого, может быть, жанра и подхода к гостю. Вы знаете, когда такие вещи кто-то говорит, я этого не пропускаю. Всё остальное, пожалуйста. Мне нравится Петя, а тебе нравится Коля. Ты можешь говорить про Колю всё, что угодно, и про Петю тоже. Я слушаю внимательно. Но когда речь идёт об основополагающих моментах, не, я пропускать такое, конечно же, не буду. Кто бы то ни был. Тем более, я не ожидал от Тамары Натановны такое услышать. Мне казалось, что она всё понимает хорошо. Не-не-не-не-не. Типичное интеллигентское это заблуждение. Для русских интеллигентов очень типичное. Олег спрашивает. У вас здравствуйте, Дмитрий. Ходят слухи, что вы работаете на Р.Л. Ахметова. Это правда или происки недоброжелателей? Во-первых, я работаю на себя. Во-вторых, Р.Л. Ахметов, Ринат Леонидович Ахметов, это мой близкий друг, с которым я много лет дружу, которого я очень люблю, уважаю. И как может идти... Ну, я не знаю, на друзей можно работать? Я не представляю такого. Я работаю на Украину. А Украина – это я. Поэтому я работаю на себя, работаю на Украину. Ринат Ахметов – патриот Украины, который вообще не бросил свою страну, который с первого дня полномасштабного вторжения находился в Украине, который более 300 миллионов евро передал уже на украинскую армию, на помощь людям, которые пострадали во время этой страшной войны. Он один из главных патриотов Украины. И вообще это необыкновенная личность. Это фантастическая личность, о которой можно много рассказывать. Но работаю ли я на него? Нет, конечно, не работаю. Я работаю на Украину, и он работает на Украину. Ну вот наши зрители спрашивают, готовы ли вы как-то прокомментировать историю с расследованием ФБК в отношении Леонида Невзлина. Леонид Невзлина у вас был в гостях. Возможно, вы даже знакомы не только в рамках рабочих каких-то отношений. Вы знаете, очень интересно. Мы должны были сделать интервью с Леонидом Невзлиным в Израиле и договаривались накануне полномасштабного вторжения. И я уже собирался ехать в Израиль на интервью с Леонидом Невзлиным, но вот большая война. Я делал с ним интервью неоднократно по скайпу, но мы с ним лично даже никогда не встречались. Вы знаете, для меня вот то, что происходит между Певчик с одной стороны Невзлиным, с другой стороны между ФБК и как там вторая организация называется. ФБК это Навальный, а там как-то еще называется. Ходорковский Невзлиный. Ходорковский лайф, что вы имеете ввиду? Не-не-не, организация оппозиционная как-то называется. Ну, не имеет значения, из трех букв названия. Не имеет значения. Вы знаете, я не могу говорить что-либо об этом, пока что-то не скажет суд. есть суд, там кого-то взяли уже. Ну, вот суд скажет, это европейские суды, будем доверять судам. Но ваше отношение к Леониду Невзлину, который, как мы понимаем, помогал Украине и, возможно, продолжает это делать сейчас, оно как-то может измениться, если вы узнаете, что он действительно способен на такое, о чем утверждает ФБК? Во-первых, мое отношение ко всем, кто помогает Украине, априори хорошее. Во-вторых, я не могу говорить о том, что изменится или не изменится, надо подождать, что скажет суд. Если суд, европейский суд, обвинит Леонида Невзлина, это одно, если он скажет, что Леонид Невзлина не виноват, это другое, поэтому сейчас говорить вообще не о чем. Спрашивает у вас Наталья, вопрос, зачитаю, ваше самое большое разочарование Дмитриев в популярном «Человеке из России» после вторжения российских войск в Украину? У меня этих разочарований столько, вагон и маленькая тележка. Я даже не знаю, с кого начать. На поверку многие люди, которые были в моем понимании хорошими, порядочными людьми, не говоря уже о том, что мастерами своего дела, оказались просто тварями. перечислять сейчас, засорять эфир, перечислять эти фамилии. Пусть они с этим живут. Они перечеркнули и испортили свои некрологи. Они перечеркнули все, что было светлого и доброго, не только связанного со мной, вообще, все, что было светлого и доброго в их жизни. Но это их личные проблемы, которые совершенно не являются моими проблемами или чьими-то другими. Валерий Меладзе вас не разочаровал, поскольку его позиция, она все-таки еще остается, ну, не то чтобы неопределенной, сложно сказать, что он не высказался действительно публично и так открыто. Валерий Меладзе, прекрасный артист и хороший парень, меня очень разочаровал, потому что, если говорить коротко, он трус. Просто трус. Первый раз он трус, когда Россия напала на Грузию в 2008 году, второй раз он трус, когда Россия напала на Украину, молчать и делать вид, что ничего не происходит, может только человек, который не имеет позиции или имея эту позицию, ее прячет глубоко внутрь. Но вот эта попытка пропетлять, она, как правило, если бы он у меня спросил, я бы ему сказал, он будет плохим и в России, и в Украине. если бы он хоть высказался нормально, он бы был плохим где-то в одной стране. А так и так и там, и там, и там он будет плохим. Ну вот наши зрители нас возвращают к тому, что вы говорили о покушении на вас. Вы упомянули уже, что у вас усилена охрана. Как изменилась сейчас ваша жизнь после того, что стало известно вам? Ну, это совершенно другая жизнь. Совершенно другая жизнь. Вообще другая. Но я понимаю прекрасно, Путин отдал приказ о моей физической ликвидации. Путин хочет меня убить. Перехочет ли он меня убить, если какие-то попытки пресекли? Нет. Он будет пытаться это делать все время. Поэтому жизнь моя изменилась. Но я знал, на что я иду, я понимал я же не маленький мальчик. Ну, что ж, мы надеемся, что все, все будет хорошо. Хочется завершить действительно на оптимистичной ноте этот разговор. Мы надеемся, что ваша безопасность будет обеспечена должным образом. И до следующего раза, Дмитрий. Я хочу пользуясь случаем поблагодарить свое государство, поблагодарить службу безопасности Украины, председателя СБУ Василия Малюка и контрразведку СБУ, которая предпринимает титанические усилия для того, чтобы я жил дальше. Я это очень ценю, и я этим людям, большому количеству людей, очень благодарен. Ну что ж, спасибо вам. Будем ждать вас вновь в нашем эфире. И всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания. Дмитрий Гордон был на прямой связи с ГРЭМом. Спасибо. Спасибо.